Участие в заседании российско-немецкой рабочей группы по стратегическому сотрудничеству принял губернатор региона. Вениамин Кондратьев отметил качество кубанской продукции, которая полностью сделана из местного сырья. Это рывок для виноделия даже не Краснодарского края, а всей нашей страны. Сегодня мы не привозим виноматериал из других стран, а сами производим виноград, виноматериал. И вино, которое сегодня производится в Краснодарском крае, оно из собственного винограда, из собственного виноматериала. Это принципиально важно. У нас полностью весь цикл сегодня наш, российский, отечественный. И питомник, который заложен в прошлом году в крае на 500 гектаров, уже говорит о том, что у нас и саженцы винограда тоже наши. Кубанские, наши российские, наши отечественные. Это делает нас максимально независимыми ни от какого импорта. Уверен, что сегодняшнее событие заставит виноделов Краснодарского края еще больше наращивать свои обороты, темпы, стремиться еще к более высокому качеству. И будет за первым сегодняшним шагом второй, третий и последующие шаги по освоению рынка уже за пределами Российской Федерации. Конечно, очень сложно выйти на рынок. Тем более, какой рынок? Рынок Германии, Австрии, Европы, где понимают толк вине, знают, что такое вино. И тем не менее, в короткий срок это удалось сделать. Это сложно, но самое главное – это все-таки иметь тот товар. И вот этот товар, который высококачественный, элитный, я бы сказал, это как раз показывает, что и немецкие потребители получат высококачественное российское вино. Вино усадьбы Дивноморская стало третьим, которое отправится на европейский рынок. Их продукцию можно встретить на Кубани, в Москве, Питере и Казахстане. И сейчас два вида напитка готовят для отправки в Германию. Качество кубанских вин давно оценили за рубежом. Месяц назад бизнес-миссия Краснодарского края отправилась в Германию. Зарубежным партнерам презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона. Среди визитных карточек, конечно же, вино.